Российская Федерация фабрикует новые поводы для войны и дискредитации ВСУ. В разработке фейки о химатаках, зверствах украинских военных в ООС и о беспилотниках-убийцах. Россия планирует инсценировать атаки украинских военных, чтобы получить повод для нового вторжения в Украину, вплоть до того, что пропагандисты РФ снимут по своему сценарию видеопровокацию с графическими сценами фейковых взрывов, погибших и пострадавших разрушений и военной техники. Россия планирует подготовить повод для своей атаки, сказал 17 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы не знаем точно, в какой форме это будет. Это может быть сфабрикованный теракт внутри России, вымышленное обнаружение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям или фейк, даже реальное нападение с применением химического оружия. Все озвученные госсекретарем кейсы и не только, РФ уже запустила, чтобы в любой момент использовать их в качестве казус Белли. Давайте разберем их подробнее. Первый кейс. Украинские нацисты в Воронеже. 15 февраля суд Москвы заочно арестовал якобы члена украинской неонацистской группировки МКУ «Маньяки культ убийства» Егора Краснова. ФСБ утверждают, что Краснов с территории Украины через соцсети провоцировал сторонников на убийства и теракты в Российской Федерации. Ряд прокремлевских изданий приписали Краснову причастность к взрыву автобусов в Воронеже в августе 2021-го. В результате инцидента пострадали 26 человек, из которых двое позже скончались. Историю с так называемыми украинскими неонацистами в Воронеже российская пропаганда пытается раскручивать уже год, говорит заместитель главного редактора проекта StopFake Виктория Романюк. В марте 2021 года пропагандистские ресурсы РФ сообщили о разоблачении в Воронеже последователей МКУ. Однако в интервью StopFake один из задержанных, Роман Гребенщиков, отрицал какие-либо связи с Украиной. «Мы никакого отношения к Украине не имеем. В материалах следствия, которые я видел, тоже ничего абсолютно об Украине не было. Все задержанные из Воронежа, все россияне. Я их всех знаю, даже не понимаю, как нас в Украину приплели», — сказал Гребенщиков. Соцсети Гребенщикова косвенно подтверждают его слова. В них можно найти даже фотографии с митингов под имперскими флагами, где Гребенщиков носит символику русских националистов. По мнению Романюк, истории с неонацистами Россия пытается показать, что Украина подрывает ее изнутри. Они держат эту историю на крючке. Спецслужбы РФ не делают ничего просто так, считает представитель StopFake. Второй кейс — массовые захоронения так называемых жертв ВСУ. 16 февраля Следственный комитет РФ открыл против Украины дело из-за якобы жестокого обращения с гражданским населением и использования летального оружия против гражданских на Донбассе. Действия Вооруженных сил Украины, как транслируют в РФ, стали причиной гибели и ранения тысяч мирных жителей, русскоязычных групп, не участвующих в военном конфликте. Российское следствие утверждает, что на Донбассе обнаружено пять стихийных массовых захоронений в районе Снежного, Славяносербского, Первомайского, Видного-1 неподалеку от Луганска и на окраине села Верхней Шевыревка Краснодонского района. В этом 2021 года ее издание StopFake стало фиксировать активность РФ и подконтрольных ей террористов в поисковых работах. По времени это совпало с подачей России иска против Украины в Европейский суд по правам человека. Среди выдвинутых претензий якобы военные преступления украинской армии. Наряду с этим оккупанты организовывали конференции, где демонстрировали фейковые фотографии огромного количества якобы убитых украинскими вооруженными силами местных жителей. Все это, по словам Романюк, подавалось под соусом геноцида. Любимую российской пропагандой тему «Сребреницы» актуализировал глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В февральском интервью про кремлевским СМИ он заявил, что ВСУ якобы хотят провести зачистку оккупированных РФ территорий по хорватскому варианту. Третий кейс. Инсценировка химатаки. В том же интервью Нарышкин заявил, что СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и документирования в стиле белых касок в Сирии. Этих волонтеров РосСМИ обвиняли в фальсификации показаний химатак и бомбардировок населения авиации РФ. Российские спецслужбы решили не менять темников и запустить проверенный сценарий в Украине. В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украину уже прибыли бойцы американских частных военных компаний и привезли неизвестные химические компоненты для провокации в Авдеевке и Красном Лимане. Владимир Путин, в свою очередь, обвинил НАТО в том, что именно такие действия Альянса привели к напряженности в Европе. «В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры», – пригрозил он. В украинском МИДе ответили на обвинение Шойгу, заявив, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины. В январе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в оккупированную горловку на концерн «Стирол» доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности началась утечка в воздух ядовитых веществ. Инцидент может быть использован для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и в качестве повода для расширения вооруженной агрессии против украинского государства, считают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. «Основной нарратив Кремля сейчас в том, что казус Белли может быть только на Донбассе», – говорит замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин. «Вроде бы Украина решила освобождать свои территории военным путем», – добавляет он. Четвертый кейс – псевдоатаки беспилотников. По словам того же Золотухина, качественно информационные компании России не изменяются. Лишнее подтверждение этому – ряд новых обвинений оккупантов в адрес ВСУ. 1 февраля лидер донецких террористов Денис Пушилин заявил, что один из боевиков погиб в результате взрыва устройства, сброшенного с украинского беспилотника. Тему с украинскими беспилотниками российская пропаганда использует не в первый раз. В апреле 2021-го прокремлевские издания сообщили, что якобы в результате атаки украинского беспилотника на оккупированной части Донбасса погиб ребенок. Спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина должна понести ответственность за смерть. Позже выяснилось, что место, где погиб ребенок, было на таком расстоянии от линии разграничения, что украинский беспилотник физически туда не мог долететь, рассказывает замглавреда СтопФейк Виктория Романюк. «Мы нашли кучу упоминаний об этой истории в соцсетях и связались с местными жителями», продолжает факт Чекерша. Оказалось, что ребенок погиб от осколочной травмы. Отец ребенка стягивал во двор металлолом, в том числе боеприпасы с целью продажи. Именно один из боеприпасов и сдетонировал. Позже это подтвердили в ОБСЕ. За последние две недели Россия и ее сателлиты запустили ряд фейков о якобы сбитых украинских беспилотниках на территории Беларуси и оккупированной территории Донбасса, говорит исполняющий обязанности директора Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Шаповалов. Цель – создать у населения подконтрольных РФ территорий ощущение угрозы со стороны Украины и этим оправдать наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной, считает он. Пятый кейс – украинские тетушки для провокаций в Российской Федерации. 10 февраля СБУ сообщило о задержании трех граждан Украины, которые по заданию ФСБ должны были совершить провокации в РФ. Жители Киевской области получили задание сформировать две группы из пяти человек в каждой. Выезд первый был запланирован в ближайшие дни. Для тетушек разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в России. За участие в провокациях обещали 4000 долларов каждому. Кураторы заверили тетушек, как только задача будет выполнена, их отправят домой. На самом деле, по данным СБУ, провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания. В октябре-декабре 2021 года завербованные украинцы совершили акты вандализма над памятником Степану Бандери в Тернополе, под Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе. По прямому признанию одного из задержанных, запланированные провокации могли привести к обвинению Украины в провокационных действиях и полномасштабной войне России с Украиной. В последние месяцы информоперации в поисках повода для войны активизировались и стали более значимыми, утверждает экс-замминистр информполитики Золотухин. Если раньше их комментировал представитель оккупационных войск России и после этого все умирало, то теперь они доходят до Госдумы Российской Федерации, объясняет он. Поэтому эти месседжи интегрируются дальше в общероссийскую информационную повестку дня. Вместе с тем технически и качественно информационные вбросы РФ не претерпели абсолютно никаких изменений, уверены эксперты. Впереди нас ждут очередные фейки о распятых мальчиках в трусиках. Попытки провоцировать фейками уже не столь эффективны, как в 2014-м, считает замглавреда СтопФейк Виктория Романюк. Уровень недоверия к России и уровень осознания российской дезинформации в обществе значительно возрос. Друзья, спасибо за внимание, держим строй и сохраняем спокойствие. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова